Всем доброе утро! Счастливого дня! Это хорошее начало, если мы начинаем свой день с класса Шлимат-Бхагават. Это традиционно. Для того, чтобы начать день успешно и удачно, необходимо начать с очищения ума и чувств. И вот Бхагавата Пурана для этого предназначена, чтобы её читали, говорили, слушали, обсуждали. Это самое, наверное, могущественное очистительное средство раниваться к посещению всех святых мест паломничества. То есть трансцендентный звук, он также является священным и представляет как бы Бога. Эта Бхагавата Пурана представляет верховную Личность Бога. И когда мы говорим на эти темы, читаем эти тексты, древнейшие тексты Пурана, описывающие деяния божественные, качества божественные, очень возвышенные вещи, часто они находятся за пределами нашего даже понимания, мы не всё понимаем здесь, но есть комментарии ачарьев, просветлённых душ, здесь также мы прочитаем комментарии, текст, и постепенно это сознание к нам возвращается. Вот это возвышенное восприятие, оно восстанавливается, утраченное. Поэтому это обычная ежедневная практика, некое такое омовение души, ума и чувств. Сегодня выбран текст для нас из первой песни Шримад Бхагава, там опять держу эту книгу, это первая книга. Их всего в 60 томах изначально было издано, в русском варианте меньше, там несколько десятков томов. 18 тысяч шлок в этом произведении, это было когда-то рассказано 5 тысяч лет назад с небольшим, на берегу Ганги, императору Парикшиту это повествование было рассказано, Шукадеве Госвами, который уже явился в этот мир, освобождённым душой, который себя не отрезвислял ничем материальным. То есть представьте, да, какое-то очень редкое, уникальное послание. Как его называют «сливки всех вет»? Вершина всего Знания. Здесь описываются деяния, деяния и конституциональное положение Верховной Личности Бога. Ну, описываются его аватары, его приходы, его миссия, его изначальная форма, его энергии безграничные. И также мы пытаемся найти своё место в этих энергиях, кто же я, вот в этом многообразии, да, божественных энергий. Есть материальные энергии, есть духовные энергии. И постепенно, слушая эти повествования, мы постепенно находим себя, осознаём себя. Это тут путь к самоосознанию. Без Бога живу, если что не познаётся, потому что душа, не от имели моего частичка, непосредственно с ним связана. На самом деле мы не связаны с вами, с материальной природой, мы связаны иллюзорно. Так же, как вы не связаны, скажем, с экраном телевизора или кинотеатра, но иллюзорно связаны. Может показаться, эти события можно пережить с экрана, но на самом деле событий никаких не происходит, эта запись воспроизводится. Также материальная природа воспроизводит нашу карму, реагирует на наши желания и поступки. Она воспроизводит всё, что мы заслужили и предлагает нам также какие-то реализовать желания, создать акции, реакции. Ничего больше не происходит на самом деле. Но иллюзия такова, что мы живём очень активной, полноценной жизнью, даже вечной жизнью. Мы даже забываем о временном существовании материальной миры из-за иллюзии. Это иллюзорное существование. А на самом деле нас всегда сопровождает сверхдуша в сердце. В каком бы положении мы ни были в этом мире, в каком бы воплощении ни находились и куда бы мы ни пошли в будущем, ни были в прошлом, нас никогда не покидает сверхдуша. То есть тело, оно приходит, потом истощается и уходит, а сверхдуша продолжает нас вести дальше, в следующее воплощение. То есть это реальная связь. И эту связь можно восстановить, просто слушая о божественных деяниях, о божественных качествах. Для этого предназначена вот эта книга. Итак, мы зачитаем текст. Я попытаюсь прочитать санскрит. Затем перевод стиха. Это первая песня Шриман Багватам, 13 глава. Называется эта глава «Биритараштры покидает дом». Биритараштры — это имя царя. У него есть своя судьба, этого человека, тут описывается она трагичная. Трагичная судьба, как, собственно, и у всех царей. Более-менее трагичная. Как и в большинстве сейчас случаев людей, судьба становится более и более трагичной. Но в те времена люди знали выход из любой самой сложной ситуации, именно духовный выход. То есть он покидает дом, но с духовными намерениями. Здесь будет описываться, как это произойдёт, как он выйдет из этой иллюзии и как достигнет совершенства. Но пока вот текст у нас десятый. Здесь также есть пословный перевод. Кому-то интересно будет, можете в книге посмотреть, как переводятся санскритские слова. Это тоже очень интересно. Я прочитаю литературные переводки. «О, мой господин! Воистину такие преданные, как ты, это олицетворённые святые места. Ты несёшь в своём сердце Личность Бога и потому превращаешь любое место в место паломничества». Здесь очень важная тема, потому что место паломничества не раскрывается без присутствия святой Личности. Не относитесь к этому как просто географическому месту и невозможно попасть в место паломничества, просто купив туда билет, говорится. Самое важное — туда перенести свой ум и чувство. То есть нужно знать содержание внутреннее этого места. А это содержание знает только святая Личность, которая там находится, живёт, либо находится в этом сознании, проник в тайну этого места. Я приведу материальный пример, чтобы пояснить, в чём же как бы важность посещения святых мест. Когда-то мы были в Ленинграде, сейчас Санкт-Петербург. Впервые мы приехали туда, из Дальнего Востока. И, знаете, это было очень захватывающе, потому что это история, это культура России. Вот здесь светильный сад мы увидели, здесь Пушкин когда-то гулял по утрам. А вот тут на канале, по-моему, Грибоедова, могу сейчас не помнить точно, но, в общем, там до музея Достоевского, который написал «Преступление, наказание, идиот», такие произведения. То есть он передовой, классическим писателем передовым считался, как психолог непревзойдённый даже в мире. Его знают. И, конечно же, были этим всем очарованы, этими каналами, этой Невой, этим старым городом Петра, этим Пушкиным, этот Дус, знаете, и мы зашли в дом музея. А, это мойка, по-моему, была, не канал Грибоедова, а мойка. Там дом музея Достоевского, и мы вошли туда с супругой. И что же там? Это его была квартира, где он писал свои произведения. И там хранится до сих пор стол письменный, за которым сидел Достоевский. Его кровать, его стулья, предметы быта, некоторая, может, одежда сохранилась даже, которую одевал когда-то Достоевский. Рукописи написаны его рукой. И вот удивительно, когда мы сталкиваемся с такими вот артефактами, то есть вот такие исторические подтверждения, которые можно увидеть, потрогать, как бы вот осязать. И удивительно, что всплывает эта Личность Достоевского, оживает как бы абсолютно, получаем полную веру. Вот Достоевский, он здесь присутствовал, вот он писал. Это удивительно. Вот такой был его быт и так далее. И оживает вот эта Личность. И святое место подобно такому музею, которое хранит следы, столб Личности Бога или какой-то святой Личности, который здесь жил, пребывал. Описывает его, там тоже хранятся какие-то атрибуты, как он выглядел в то время, как одевался. Что он делал? В Благовном Пуране описывается, но это было так давно, и невероятно, невероятно представить себе, что такое вообще могло быть. Ведь он мог совершать чудеса, невообразимые чудеса. Например, Кришна поднял полн Гавардхан, когда ему было пять лет, это огромная гора. Поднял гору. И наш основатель Ачария говорит, что если вы знаете законы физики, вы можете подъёмным краном поднять какой-то вес большой или подняться в воздух при помощи самолёта. Если вы знаете законы физики, вы можете, видите, преодолевать некоторые препятствия физические, достигать таких удивительных результатов. Но если вы изучите больше законы физики, ещё больше поймёте, вам не нужно будет прибегать к кранам или самолётам. И вот те времена люди, как они жили. В мире какие-то ситхи, это описывается, что те древние, в уранические времена люди были сверхспособными. Сейчас это выглядит как миф, они понимали горы, они совершали подвиги, могли покорять океаны, могли управлять всеми живыми существами, не только людьми, императоры. Были йоги сверхмогущные, они путешествовали на другие планеты, они знали, как устроена Вселенная, они знали об атомном времени и вселенском времени, они знали, какие формы жизни населяют Вселенную и прочее. Всё это у Бхагава там также описывается, также есть такие вопросы, такие ответы подробные. Даже как устроенная Вселенная подробно описывается. Сейчас, кстати, по этому описанию в Майяпуре в духовном городе строится храм, он уже как бы переходит в такую фазу заключительную, будет в ведическом планетарии, где будет воспроизведено это вселенское устройство. Это очень интересно увидеть. Там будут также применены современные технологии, чтобы дать представление. Это очень сложная конструкция, с нескольких измерений описывается сразу же одновременно. Вселенная много измерений. Это мы немножко делаем экскурс о местах паломничества, где это оживает как факт. И в местах паломничества люди даже, неисклонны к какой-то духовности, может быть, они ведут себя духовно, спонтанно. Спонтанно. Почему? Потому что в священном месте если правильно обратиться к нему, обладает особой силой. Что это за сила? В священном месте вы чувствуете, что ваши чувства под контролем. Они вас не обеспокоят. Без всяких усилий. Вообще, чтобы чувства взять под контроль, нужно заниматься йогой долгое время. Может быть, и не одну жизнь, знаете. Стать госвами, человеком, который управляет своими чувствами и умом, это, ну, говорится, самахатмасудурлабха, редко встретить такую великую душу. Обычно чувства нами руководят, бросают нас, знаете, как угодно. Майя нас швыряет, как котят. То в одну сторону, то в другую. То там привязанность, то тут вожделение, то тут ошибка, то тут гнев от меня. То тут что-то происходит. Я кругом совершаю какие-то ошибки, какие-то вещи, потом получаю свою карму, называю это жизнью. Но если вы управляете чувствами, то не получаете карму. Вы свободный человек. И это вот влияние святого места. Поэтому, если мы приезжаем в святое место, мы должны услышать об этом месте, что здесь было с верой. И само святое место подтвердит, потому что вы получаете личный результат. Вы можете ощутить присутствие той личности внутренне, потому что ваши чувства под контролем, и ум под контролем, и из сердца вы получаете знания. Откровение называется. Можете там плакать, смеяться, чувствовать экстаз, волосы поднимаются дымом. Вы сверх эмоции можете пережить. За этим туда люди едут, что пережить что-то сверх ощутимое. То есть непосредственно ощутить то, что мы читаем в священных книгах, можно почувствовать. Ну и здесь император Ютиштира, здесь пока Дритараш еще речь не идет. Это вот преддверие этой истории. А Дритараш о том несчастном императоре, о котором я говорил. Тут другой император говорит. Ютиштира, собственно, ради которого написана вся напомна Махабхарата. Это величайший император был планеты за всю историю существования Земли. Ему посвящена Махабхарата, что этот образ мы видели, ощущали, чувствовали. И он встречает своего дядю. То есть была война, а этот император был поставлен через войну на престол, потому что было много демонических сил несправедливых, они захватили власть, поэтому война была неизбежна, и все войны мира собрались, чтобы решить этот вопрос. И цель была поставить Ютиштиру на престол. Это была священная задача. не просто какого-то демона самодовольного, знаете, какого-то диктатора, выскочку, который себя считает Богом, а другие считают ниже себя всех. Нет, Ютиштиру праведник. И так или иначе война закончилась, Ютиштиру встал на престол. Все справедливо, как бы восторжествовал. Но его дядя не участвовал в сражении ведура. Он хотел мира. Несмотря на все эти несправедливости, он все равно хотел мира. Но войны было не избежать, поэтому он ушел в места поломнического. Чтобы не касаться политики, она в ум заходит, и потом жить спокойно невозможно. Умереть спокойно невозможно. Несчастья какие-то, оскорбления, обиды, все это накапливается, и мы не можем жить спокойно. Мы живем и умираем с этим. Неблагоприятная смерть считается. Умереть нужно либо на поле битвы, говорится, два вида смерти, расслабленные, либо как герои на поле битвы за правое дело, либо в йогическом трансе. А без беспокойств не нужно. В момент смерти думать о беспокойствах. Нужно состояние йоги. Как раз йога нужна к этому моменту, потому что мысли в момент смерти, момент смерти — это начало следующей жизни, то есть определяется форма жизни нашим умонастроением. Поэтому йога работает с умом. Управлять умом жизнью необходимо, например, чтобы не перевоплотиться в какие-то низшие формы жизни или неблагоприятные какие-то условия попасть в следующем воплощении. Могут быть плохие родители или больное тело. Всё что угодно можно получить как бы из-за плохой кармы. А плохая карма, она именно в умонастроении проявляется, что у меня нет счастливых мыслей, знаете. «Я умираю в скорби» — это плохой признак. Поэтому люди шли в места паломничества, как мы сказали, чтобы вычистить все эти ментальную грязь. И ведура возвращается с паломничества в течение года к Ютештире к своему племяннику, который он когда-то защищал всех этих злых сил, благоволил. И Ютештире говорит здесь «Мой господин к дяде, к старшему вращается к рабу». «Господин, ну вот культура такова, что к старшему вращаемся, к господамщикам всем. Мы представляемся как слуга. Я ваш слуга». Это культура физическая. «Мой господин, воистину такие преданные…» «Преданный» означает просветленный, человек, который чувства уже связаны с Богом и умом, с Божественным. То есть преданные. Речь, ум и поступки, связанные с Богом, служение Богу находится. Это преданные, предавшиеся душа. Это редко встречается. «Такие преданные, как ты — это алистарённые святые места. Стоит в ум поместить верховную личность Бога, как всё ваше тело очищается, речь, вид, всё напоминает людям о Боге». у нас что-то отключилось. это знак. Вы не слышите? Ну, вот, если переводим. Хорошо слышно. Да, да. Если у нас не технические проблемы, это вот… Хорошо, мы продолжаем. Алистарённые святые места, то есть где появляется такая Личность, то место освещается, говорится. Июль Тиштира говорит об этом в Витуре, что такие Личности, как ты, это олистарённые святые места. Ты несёшь в своём сердце Личность Бога и поэтому превращаешь любое место в место паломничества. То есть, видите, святое место, оно как может эмонировать, как солнце, да, оно вот распространяет лучи, хотя на одном месте находится. если мы вспоминаем какое-то святое место, то получаем благо такое, как будто там мы непосредственно присутствуем. Но вот эта память должна быть острая. И как же эту память восстановить острую? Да, когда мы сталкиваемся с такой чистой Личностью. И мы сразу чувствуем, что атмосфера на самом деле одухотворяется, наш дом может стать местом паломничества, святым местом. Любое место может засветиться, но любое место может и оскверниться. Даже места паломничества говорится, когда туда много людей приходят, греховных, чтобы омыться в священных регах, чтобы смыть карму, там столько этой кармой становится, что они оскверняются. Тоже можно приехать туда и так, собственно, не получить полного блага. Но как только там появляется святая Личность, это святое место тут же очищается. От одного его вида, если он что-то скажет, произнесёт, или пропоёт имена Бога, и люди сразу почувствуют присутствие Бога. Это могущество святого места. Оно как бы откликается, нужно общаться с ним. То есть это как такие места, как, например, Вриндаван, Майяпур, Джаганат Капури. Это мега такие святые места паломничества. Их называют духовным посольством на земле. Например, есть российское посольство в Казахстане. Ну, в каждой стране есть какие-то посольства. И по законам всех государств посольство это территория той страны, которую там имеют представителя. Это территория, скажем, России. Закон этого. Хотя это Казахстан. Но посольство это не Казахстан, это Россия. Если американское посольство, это территория Америки считается. То есть неприкосновенная. Если вы оберегаете войну этому посольству, вы оберегаете войну всей Америки. И вот такой пример дается, что такие священные места, как Вринда Анма, и Пурву много узнаете в этом туре удивительного. Глубоко можно очиститься, пройдя этот тур, конечно же, несомненно. И, наверное, вы очень захотите многие потом поехать туда, непосредственно побывать, увидеть тот запах, почувствовать тот свет тех людей, услышать. Я думаю, да, многие люди хотят очищения, безусловно, и у них есть вера. И это место духовного посольства называется частичкой духовного мира. Это священные места. Здесь есть комментарий. «Благодаря своим разнообразным энергиям, распространяющимся повсюду, подобное электричество, распространяющемуся в пространстве, личность Бога вездесущая». А, может быть, вы знаете, может быть, нет, что электричество распространяется в пространстве. Собственно, провода не нужны как таковые. Ну, может быть, Тесла дошел до этого, когда-то я слышал, но пока не все могут пользоваться электричеством так, свободно. например, молния в пространстве, откуда там нет проводов, ну, вот, пространство генерирует электрическую энергию и проводит его. Багава там описывается, что электричество не в проводах передается, а по поверхности предмета. Так описывается движение электричества. Ну, вообще, электричество в пространство переносится. Личность Бога и вездесущая, например, есть все проникающие энергии, вот один из примеров электричества, оно пронизывает все пространство, где бы ни было пространства, можно извлечь электричество. И вот Личность Бога, Он вездесущий имеет природу характер, вездесущую природу. Он в одном месте может находиться одновременно в всех местах распространить себя, как Он поживает. Нет границ, Его потенциям. Любые желания, все, что угодно, нет ничего невозможного. Итак, здесь, в материальном мире, тоже нет ничего невозможного. Здесь просто границы кармы. Если их устранить, мы увидим, что гораздо больше возможностей здесь. Все возможно в этом мире, кроме одного. тут нет настоящей любви и покоя. Вот этого в материальном мире вы не найдёте нигде. Абрама, Боаналу, Лукапу, Нараварти, Нарджуна, от высшей планеты до низшей, тут всё равно будут какие-то беспокойства. Это природа материи. Но природа духа другая, и когда мы соприкасаемся с чистой духовной энергией, необусловленной материи, мы видим, что это Вайкунтха, там нет никаких беспокойств, вечных знаний Божеств. И тело состоит из вечности знаний Божеств, не из химических веществ. Эти секреции, обмен веществ, органы, которые должны работать, что подойдут эти функции. Они, в принципе, много сают, конечно же, со временем. И мы беспокоимся всегда о здоровье, о погоде, о настроении и возрасте, об окружающем. Есть опасности на каждом шагу здесь, тревоги. Это материальное существование. В том месте паломничества вы чувствуете себя как в новой кунтхе в духовном мире. Просто услышав, бывав там, вы чувствуете, что никогда вы не испытывали такой радости и счастья и такого спокойствия внутри. Поэтому святое место. Я поехал вместо паломничества второй группой. У нас были группы в Советском Союзе. То есть это редко кому удавалось уехать на официальное место паломничества. Но мы уже были вот в период перестройки. Так или иначе, первая группа уехала. Я была во второй группе. И вот первая группа вернулась. Я увидел, что эти знакомые мне люди, а они другие. Я не мог понять, что же у них другое. Это то же самое, но всё же, у меня что-то внутри другое. Я их спрашивал, что там было. Один человек мне сказал, святые места не любят гордых людей. Он сказал, это настолько, так он это пережил, что я прочувствовал это. Какой-то эмонировал оттуда этот дух. Там нужно совершенно другому настроению. В этом месте быть гордым невозможно. Подобно яду там. Я спросил другого, ну что у тебя осталось? Он, наверное, целую минуту-полторы думал, что мы шли на прогулки. И он думал, сейчас, подожди, мне нужно найти какой-то пример. И тогда, в то время, жевать на резинке появились в киосках. Западная экономика стала проникать. И жевать на резинке. Все стали ходить с этим пузырями, знаете, как вот ненормальные люди. Метро Елишко, это серьёзный человек, знаете, и друг у него пузырь такой вот изо рта. Ну вот такие штучки. И он привёл пример жевать на резинке этого человека. Он говорит, ну вот она же растягивается, да, вот её тянут, любят тянуть. Вот, говорит, подобно этому вы уезжаете из святого места, а ваше сердце, говорит, как жевательная резинка, там часть остаётся, вот растягивается. Вы вроде бы здесь, но связаны с тем местом внутри. Вы не можете разорвать, это растягивается и тянет обратно. Вот я на себе это испытал, что раз достаточно посетить авторитетное место паломничества, это будет пожизненное впечатление, которое будет вас просто спасать от многих опасностей. То есть спасать-то нужно от самого себя человека, от собственных глупостей, во священные места, они очень могуще, на этом плане. Беспримесные, преданные Господа, подобные ведури, способны ощутить это присутствие Господа во всём. И оно проявляется в них, как электроэнергия, в электрической лампе. Такой чистый преданник, как ведура, ощущает присутствие Господа всегда и во всём. Он видит всё в энергии Господа и самого Господа во всём. Святые места во всём мире предназначены для того, чтобы своей атмосферой, заряжённой присутствием беспримесных преданных Господа, очистить загрязнённое сознание людей. Не обижайтесь, слышите такие вещи, пожалуйста, но будьте смиренными. Не надо обижаться. На самом все осквернённые. Если я в своё сердце загляну, я найду там много недостатков. Я думаю, каждый должен научиться это делать. И если мы видим недостатки, то, знаете, это удача. Если мы считаем, что у нас нет недостатков, мы в опасном положении. Как мы будем очищаться? Если мы мнимы себе что-то, несуществующее. Я порядочный человек. Часто можно слышать. Не надо это говорить. Вместо полночества с таким настроением нельзя идти, а мы сейчас с вами идём в место полночества. Настраиваемся на это. Поэтому любой ум, любой человек в этой мере, который живёт в этой мере, пытается как-то выжить, у нас сохраняется годная материальная природа. И нам нужна регулируемая духовная жизнь. Иссечение мест полночества — это часть этой духовной практики, очистительной церемонии. Ну, так же, как мы утром просыпаемся, нам говорят, куда ты пошёл за стол? Ты же грязный. Мы же не обижаемся. Иди умывайся. О, да, да, да. Там руки мыть, лицо зло чистить. Да, надо привести себя в порядок. Вот ум тоже нужно приводить в порядок. Не надо обижаться. Мы осквернены. Факт. Давайте омовение. Как? Ну, вот пойдём в место полночества. Там, если полночества послушают о Боге, говорят о Боге, едят пищу освящённую, даже во сне введят священные сны, это благо приносит всему нашему роду. Даже что он проклят этот род, вы посещаете места полночества, это может освободить весь ваш род от проклятий, от несчастья. Поэтому давайте настроимся на смиренное умонастроение, осистить загрязнённое сознание людей. Мы к этому классу тоже относимся. Тот, кто приходит в все твои места, должен найти там чистых, преданных, получить от них наставления, стараться следовать им в своей практической жизни и тем самым постепенно подготовиться к окончательному освобождению, возвращению к Богу. Но когда-то мы к этой чертеже подойдём, надо подготовиться. Лучше не просто умереть, знаете, от старости, а вернуться к Богу. То есть душа существует ещё. Так же, как мы ум не видим глазами, так же душу мы не видим глазами, но он существует. Мы, каждый знает об этом. Хотя не видим глазами, но поговорить с человеком, понимаем, насколько он умён, учён, насколько разумен его качество. Это всё внутри. Если человек спит, мы не видим ничего этого. Видим только физическое тело. Так же, как говорится, масло, откуда оно? Из молока. Вот, интересно, сливочное масло из молока или топлёное масло из молока. Но я не вижу там никакого масла. Вижу просто молоко, но есть процесс. Если вы увидите, знаете, как получить топлёное масло из молока. Так же мы душу не видим, но она есть. Мы не видим огонь в дровах, но он может проявиться, если мы знаем процесс. Вот как от огня можно зажечь другой огонь в дровах и увидеть, что там есть огонь, так же от Святой Личности можем мы вспомнить себя, свою душу, соприкасаясь с ней. Это входит в процесс самопознания. Наставления святых людей, они очень ценны. Святой человек никогда не будет вас обманывать или эксплуатировать, или от вас требовать деньги за наставление. Он даст вам наставление для вашего собственного очищения и просветления, иначе это не святая Личность. Если это какой-то карьерист, будьте осторожны. В святых местах можно сейчас встретить кого угодно, и обманщиков, мошенников, и чистых святых людей. Они всегда есть на Земле. Давайте настроимся смиренно, чтобы нас не обманули в святом месте. Смиренно. Смиренную душу, говорится, искреннюю душу не обманешь. Но если у нас у самих корыстные мотивы, конечно, там придет какой-нибудь астролог обычный и скажет, вот, давай руку, я тебе сейчас скажу все, только платим мне деньги. И так далее. Таких людей тоже немало. Они, может быть, неплохие астрологи на самом деле, но они на этом просто зарабатывают. Они вам слишком ценных вещей духовных не скажут, чтобы сказать. На самом деле ценную духовную вещь нужно будет полностью бескорыстной. полностью бескорыстной. Святые люди не устанавливают плату за свои наставления, но святой человек может взять пожертвование, если оно дается искренне от сердца. Это как любовный обмен принимается, не как зарплата. Это сознание чистое. Посетить места паломничества не значит просто совершить омовение в Ганге или Емуни и зайти в находящиеся там храмы. Нужно также найти там представителей ведуры, у которых нет других желаний, кроме одного — служить Личности Бога. Благодаря чистому служению таких преданных, в котором нет и следа кармической деятельности и утопических спекулятивных размышлений, Личность Бога всегда пребывает с ними. Они действительно заняты служением Господу, в частности посредством слушания и повторения. Видите, это несложно служение. Слушание и повторение — главные процессы. Если мы сейчас с вами слушаемся в Мадбхагава, то мы уже служим. Всё очень просто. А если мы ещё повторяем прочитанное под впечатлением, это другая форма служения. Мы также можем физически что-то делать, для духовного развития общества или для своего. Например, мы все работаем, зарабатываем деньги. Деньги должны тратить на своё духовное развитие семьи. Не только на одежду и пищу, но и на духовное развитие своей семьи. А если у вас много денег, вы можете тратить на духовное развитие целого общества. Это великое служение. Чистые преданные слушают авторитетных людей, и повторяют их рассказы о величии Господа, воспевают и описывают Его величие. Бог велик, так говорится, но вот насколько велик. Я думаю, что пока у человека волосы дыбом не поднялись в экстазе, он ещё не знает величие Бога. Если слёз ручком из глаз не текут, он ещё не понимает, кто такой Бог. Так написано в Бхагавата в Пуране, есть такие тексты. Это будет описываться во второй песне. Сейчас читаем первую песню. Месть и паломничество — это нередкость, когда люди там на взрыв плачут, рыдают, а много осознавают свою жизнь. Это удивительно. И там это обычное дело. Махамуни Вьяаса-Дева слушал Нарадум, а затем повторил его слова в своих писаниях. Ашукады Богославами получил их от своего отца и передал Парикшиту. Так передавался плачут, чем от Бхагавата. Итак, чистые преданные Господа своими действиями могут превратить любое место в место паломничества. И только благодаря им святые места заслуживают того, чтобы их называли святыми. Такие чистые преданные способны очистить осквернённую атмосферу любого места, не говоря уже о месте, утратившем святость из-за сомнительных поступков корыстных людей, пытающихся сделать бизнес, пользуясь репутацией святого места. Вот мы упомянули об этом. Будьте внимательны в месте паломничества. Там, конечно же, есть люди, которые будут вас обманывать, чтобы отвлечь деньги, в виде западного происхождения. Они будут видеть вас только деньги. То есть довольно легко сориентироваться в этом смысле. Они не могут перешагнуть этот барьер в виде белого человека, они просто видят только деньги. Но это обычные люди, так вы отличите их. Святой человек, которого редко можно встретить, но в святом месте их можно увидеть, потому что туда они приходят. Вот просто в обычные места они не пойдут, если они там не проповедуют, они туда просто не придут. Вы никогда их не увидите в какие-то места, которые мы посещаем обычно. Но в святом месте их можно лицом к лицу увидеть. И вот один из признаков — они от вас никогда не хотят ничего получить. Вообще ничего. не просто деньги, вообще ничего. Но всегда готовы дать. То есть они отвечают на вопросы. Это всё, чем они занимают. Вопрос — вы жаждете что-то узнать, святой человек, вы найдёте просто по вопросу. Кто такой Бог, спросите. Кто такой Я, спросите. Мошенники не знают эти вещи. Либо извращённо это представят. Они скажут, ты сливаешься с Богом, становишься Богом, ты Бог, я Бог, всё единое» и так далее. Это всё глупости. Старые глупости. Уже атовизма сейчас мы должны знать. из Симон-Бхагаватам. Эта книга сейчас распространена по всему миру. Сейчас сотни миллионов этих книг распространены. Люди уже знают, что Бог — это Личность. И нет никакого слияния. Слияние — это самоубийство. Есть слияние и единство в любви. Но нет необходимости исчезать и сливаться с кем-то. Зачем это делать? Чтобы только думать, что я так становлюсь Богом ради этого самомнения. Это всё ещё ложные вещи. Сейчас таких шарлатанов найдёте, не знаю, сколько угодно. Всё ещё. Если вы не искушены. Если вы читали Бхагава, если вы уже знакомы, что Бог — Личность, вы — Личность, никогда не было так написано в Бхагава. Видите, чтобы Кришна говорит, ты или я, Джуна, не существовали в прошлом и не будем существовать в будущем. И все эти цари мы всегда остаемся индивидуальностями. Никогда не было того времени, чтобы мы не существовали и не будем существовать. Мы вечные индивидуальности. Поэтому теория слияния надумана. Ну, с определённой целью, конечно, такая философия тоже есть. О единстве. Но нужно понять, что такое духовное единство. Это не самоуничтожение. Как, допустим, вот есть предметы быта, стол, стулья, там есть дома, архитектура, есть индивидуальные формы. А что же такое единство? Ну, когда это всё, землетрясение проходит, знаете, всё рушится в атомы. Вот это единство. Вот это глупая теория. Разрушительная теория, на самом деле. Хотя единство — это начало осознания Бога, но за этим единством ещё есть духовное разнообразие. В единстве есть великое разнообразие. Это называется непостижимое единство и различие. Ачинь, тяпьеда, пьеда, татва. Поэтому читайте Шиман Баговат, выходите в места полуночного. Вы сможете ощутить непостижимые вещи, оставаясь вечной индивидуальностью. Большего счастья, чем осознавать Бога, не существует, говорится. Нет такого аналога. Это трансцендентное состояние самадхи. и есть личности, которые находятся в самадхи постоянно. Вот от них исходит это повествование. вы не в экстазе, то ещё не спешите говорить. Вы ещё слушайте того, кто в экстазе. Но когда вы в экстазе, пожалуйста, говорите. Говорите всем и каждому. Распространяйте это. Присоединяйте, самое великое счастье, это и есть дух мест паломничества. Там люди получают представление о подлинном счастье. Сравнивая с которым всё остальное, мы видим, что в материальном мире нет аналогов. Нет таких баров и ресторанов, нет таких мужчин и женщин, чтобы такое счастье принести. Нет такого количества денег, нет таких красивых домов, чтобы превзойти счастье в местах паломничества, в которые мы идём босиком в одной несшитой одежде, с бритой головой мужчины, с распущенными волосами женщины. Частые женщины бреют головы в местах паломничества, чтобы себя в отрыве не отрожеслить ни с женщиной, ни с мужчиной. Но Байхстан Сарасвати, гуру нашего, основательного Ачария, его назвали Лев Гуру, сказал, что этот мир обманутых обманщиков «Гуру малхарачи, объясните вот это ваше утверждение. Вы сказали, этот мир весь мир обманутых обманщиков». Что, неужели так? Можете прокомментировать это ваше утверждение? И он прокомментировал, приведя пример места паломничества. Именно. Он сказал, что в места паломничества идут женщины с лёгким поведением также. и они там хотят привлечь какого-то святого соблазни. Почему? У них есть план. Родить ребёнка от святого человека престижно выйдет. Вас будут поддерживать, деньги приносить, кланяться и так далее. У вас от такого святого ребёнка и так далее. Поэтому у женщин у некоторых есть такой план. Они идут соблазнить садху святого человека. И есть также безнравственные мужчины, которые одеваются как садху, зная об этом намерений женщин, одеваются как садху, чтобы быть соблазнёнными ими. И те, и другие знают об этом обмане, но делают, потому что обман приятный. Так Баистан Сальсвати объяснил, что такое мир обман обманщик. Поэтому не думайте, что если вы появляете место паломничества без проводника, может получиться ну казус какой-то, конфуз. Можем не получить подлинного блага. Там есть ложные аватары также. Всегда это существует. После любого пророка остаются какие-то лже святые, лже аватары, лже преданные Бога, которые конечно имеют какие-то корыстные мотивы. Поэтому нужно пойти с полной ответственностью вместо паломничества и также изучать Шримад Бхагава под руководством людей духовных, не получающих за это зарплату, не нужно слушать профессиональных чтецов. Нужно почувствовать их умное настроение, дух. Здесь говорится, что люди могут пытаться зато сделать бизнес, пользуйся репутацией святого места, места паломничества. Его могут посещать одновременно десятки мировых людей, Кумбхамела называется в Индии. Разве 12 лет и с какой-то ещё периодичностью. Там все садху как бы Индии, вот раз 12 лет они по-моему это в Праяге, в Праяге где-то там месяц слияния трёх священных рек в особо астрологическое время, где просто совершив волновение вы получали освобождение, гарантируется. Поэтому туда миллионы людей приходят в это пустынное место, там нет города, просто места, ничего нет, реки текут. Но на время паломничества там несколько миллионов город образовывается с палатками, с полицией, с управляющими классом, со столовыми, не знаю, там всё что угодно. И там чем занимаются люди, только говорят и слушают. Они читают Священное Писание, делятся опытом мистической практики йоги, различные виды йоги там, пранаяма, кто-то что хочет, всё можете там поучить. И можете быть там много сатв, которые на самом деле отречены от этого мира полностью. И это конечно редкое событие. Но самое редкое встретить чистого, преданного, это самая редкая удача. Здесь как раз об этом говорится. Итак, мы уже около часа обсуждаем эту тему. Думаю, достаточно о такой настройке. И я слышал, что должны быть также вопросы у нас. Оставим какое-то пространство для вопросов, пожалуйста. Огромное спасибо, Александр Геннадьевич, вопросы. Ирина спрашивает, а какова квалификация паломника? Как подготовиться внутри? Очень хороший вопрос. Мы рекомендуем присоединиться к авторитетной группе, обязательно не ездить в одиночку, в Индию вообще даже опасно в одиночку, и тем более женщинам. Обязательно нужна группа с опытным проводником, который уже посещал эти места паломничества, знает их ценность. Сейчас такие группы организуются, из России, из всех стран мира группы приезжают. Вриндаван, Майяпур, Джаганатхапури, Хардвар, Ришикеш, Рамешвара, Тирупати, то есть много-много. Индия — это самое священное место в мире, насыщенно святыми, до сих пор эти традиции живы там. Поэтому присоединяйтесь к группе. И настрой такой, послушайте внимательно шлоку, вот это настройка, ключ, золотой ключик к успеху, не только к местам паломничества, вообще в жизни. Это нужно изучить. Трината, Пейсу, Нечина, Тарура, Пейса, Кишнуна, Аманина, Манадина, Кирта, Несадагария. Вот это ключ к посещению святого места. И также ключ к тому, чтобы любое место сделать священным. Послушайте перевод. Несложно. Понять, сложно применить. Нужно стать хотя бы на время паломничества. Смиренным, как солома на дороге. Вы там можете попасть в очень неудобные условия в месте паломничества. Там может не будет какой-то гостиницы удобной. Там будет место под деревом. Я иногда попадал в такие условия. Под открытым небом вы должны переночевать. Ну вот так получается иногда. Это же Индия. Хотя я думаю, что сейчас это реже случается, но часто видно, что паломники ссорятся из-за того, что номер в гостинице не такой, как у других или что-то еще. Мне здоровье не позволяет. Или вода мне не идет. Или что-то еще. они начинают гневаться. Да, все это может быть. Может быть вы там выпейте воду какую-то нитую, заболеете. Может быть вы там несварение получаете желудка, привыкаете к этому климату. Но пожалуйста контролируйте свой гнев. Знаете, что в местах паломничества все эти страдания это форма сильного очищения. Поэтому трената писанчина. как солома на дороге станьте на поле. Терпевивее как дерево. Дерево его и режут или рубят или что-то еще неважно. Терпят и продолжают давать тень. Вот нужно настроиться таким образом. И почтение выражать каждому даже собакам живущим там, птицам, всем деревьям выражать почтение людям, всем без исключения. И не ожидать никакого почтения к себе. Вот это настроение и вы окажетесь в духовном мире. Несомненно. Но это уровень достигает очень возвышенно и приятно. Но по милости святого места мы можем хотя бы на какое-то время почувствовать это настроение. Спасибо большое. Олеся спрашивает. Если иллюзия сбивает человека с истинного пути и покрывает невежеством, для чего она существует? Как правильно погружаться в священное писание, чтобы избавиться от иллюзий? Как понять, это в иллюзии или нет? О, спасибо. Если вы не понимаете, вы иллюзии или нет, значит, вы иллюзии. То есть, когда вы не в иллюзии, вопроса такого не возникает. Когда вы уже в реальности находитесь, как вы проснулись, всё понятно. Ясно, да? Что это? Самадхи вам открывает всё. Всё, вы полностью счастливы до мельчайшей клеточки вашего тела вы счастливы. Всё, дальше не будет. Покрывающая энергия Бога, то есть материальная, это энергия Бога, но она имеет функцию покрытия, именно покрыть сознание. Когда? Когда мы хотим забыть Бога и сами встать на это место, почувствовать себя как бы контролирующими, наслаждающимися, как бы имитируем Бога. Вот тогда материальная энергия, мы становимся для неё доступны, и она покрывает наше сознание, в иллюзии вводит. То есть когда-то мы вошли по желанию в эту иллюзию, с намерением таким, чтобы отделиться от Бога. Отделиться невозможно, потому что мы его частичка вечно неотъемлемая, забыть можно. То есть внимание переключается в обратную сторону, как бы. И мы не видим Бога, видите, как шапка-невидимка, Бога как будто бы нет. Так он повсюду, простите, в каждом атоме, везде. Это всё его энергии. А вот эта энергия не даёт мне права видеть его лично, непосредственно. Но если есть какой-то разум, мы же понимаем, что если есть энергия, есть источник. У моего отца есть отец, у того есть отец, здесь отец. Кто же первый отец? И так есть источник, есть начало всему. И мир устроен разумно. Смотрите, как это природа, она же разум проявляет, значит, за этим есть разум какой-то. Опять мы видим Бога, видите. Немножко подумав, мы распознаём, что Бог-то присутствует, но забываем на каждом шагу. Пока мы вот задумались, мы что-то знаем, занялись чем-то, там в отношении вступили, тут же забыли. Видите, какая иллюзия? Что я, 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 меня тут обидели, я хочу то, а у других то, а у меня этого нет. И вот в этой кутерьме мы запутываемся в своей собственной деятельности, как шелкопряд в коконе. То есть когда-то мы зашли по желанию в иллюзию, а вот выйти теперь мы не можем сами. Иллюзия сильнее нас. Поэтому прибегаем к помощи святых мест и святых людей, свободных от иллюзии. Это вкратце. Ирина спрашивает, почему Кришна отдал Дурьёдхане свою армию? Ведь царь должен оберегать народ и войско. Почему армия стала сражаться на противоположной от царя стороне? Да, вот такой момент. Такой вопрос может возникнуть. Например, Пхиишма, Дрона, Шарья, насколько помню, тоже это. Великие были полководцы во времени. Самый великий был Пхиишма. Пхиишма — это святой воин. Это самый великий воин того времени. И он дед этого клана, и пандов, и кауравов. Прапрапрадед. Самый старый, старейший был воин на поле битвы. И самый праведный из них. Он был на стороне Дурьёдханы. Ну, законы Дхармы заставили его принять такое положение, эту сторону. Он любил пандову, благоволил пандову. Но когда-то Пхиишма дал обет. Пхиишма означает тот, кто никогда не нарушает своих обещаний. Он ни одного обещания не нарушил за всю жизнь. Это величайший праведник. И вот когда-то он дал обет. Ну, там была политика, и он, чтобы освободить от политики, от этих двойственностей мыслей политических, он сказал, я не буду императором, я даю обет безбрачия. Раз! Никогда не женился. Он брата поставил на престол. И даю обет. Другой. Что кто бы ни был на престоле, я буду служить этому царю. Любой, кто будет на престоле. Кто займёт трон. И вот Дрёдхана временно занял трон. Ему удалось. Знаете, панды проиграли царство. Это нечестным путём было. Он занял трон, и Пхиишма не мог нарушить свой обет. И должен был служить Дрёдхане, сражаться на его стороне в полную силу. Это было удивительно. Вы знаете эту историю, когда пандовы, но его невозможно было уничтожить. У него было благословение отца Шантану, что ты сам себе день смерти назначишь. Ты не умрёшь раньше, пока не назначишь сам себе день смерти. Вот тебе моё отцовское благословение. Будешь жить столько, сколько ты пожелаешь. И вот, в конце концов, после одной очень тяжёлого дня битвы, степантовы собрались, с 24-й, со старшим братом и стали обсуждать, что же делать. Пхиишма не победим. Ведь он же сам себе день смерти назначает. Мы знаем о его могуществе. Что же делать, если мы не сможем победить Пхиишму, убить его, нашего деда любимого? Но как воины у нас суровые законы, мы сражаемся, если мы не убьём, то он уничтожит всё. И тогда праведность не победит. Что же делать, они обратились к Кришне. Кришна сказал, но он же дал обет. Ещё один, помните? В вашу пользу. Он однажды сказал, за каким бы советом ко мне не придут мои любимые внуки пандавы, я дам любой совет. Так пойдите сейчас и спросите вот сейчас. Отдых. Можно пойти. Да, они в гости ходили по ночам друг к другу или вечерам, а днём сражались. И панды вы пришли, поклонились своему деду и сказали, нужен совет твой. Любой совет. Я дал обет, и для вас я могу сказать всё, что вы пожелаете. Мы не можем тебя победить. Скажи, как всё-таки победить тебя? Дай нам совет. И Пхишма понял. Сейчас он назначит день своей смерти. Это будет завтра. И он сказал, как это сделать. Был один секрет, о котором не знал никто. И таким образом Пхишма пал на поле битвы, пронзённый стрелами весь с ног до головы. Но такая ситха, что он поддерживал жизнь даже в таком теле, ждал благоприятного периода ухода тела из тела. И война уже кончилась. И панды приходили к нему и просили наставления. Он давал им наставления. Такая была любовь между ними и такой долг суровый. Вот это Махабхарата. Но как сочетается эта любовь и долг, как они иногда противоречивают друг другу. Это я вам объясняю культуру того времени. И в присутствии Кришны, Кришна лично присутствовал на Кругшетре, как возничий Арджу, она говорила, что все воины с той и другой стороны получили освобождение. Разницы не было, на самом деле, с духовной точки зрения, на какой стране они воюют. Это было как духовное явление, война. Это не современные воины, не путайте, пожалуйста. Если почитайте Махабхарату, то к шатре, погибавшие на поле битвы в Кругшетре, видели собственными глазами, как души этих погибших воинов возносились на солнце, а через солнце дальше пронзали. То есть все в высшие миры уходили. Поэтому они не боялись смерти. То есть это культура другого времени, поймите, другое отношение к смерти, к жизни, к Богу, к человеку, ко всему. Даже к пище, ко всему. Даже к дыханию, даже к умонастроению. Это нам нужно ещё изучить, спасибо большое. Татьяна спрашивает. Посоветуйте, пожалуйста, как побороть гнев. Я занимаюсь духовной практикой. Для этого встаю рано утром, но бывает так, что ребёнок просыпается, и мне приходится отвлекаться и уделять внимание ему. Из-за этого чувствую раздражение, что меня отвлекли от общения с Богом. Как уйти от этой негативной эмоции? Это хороший вопрос. Пожалуйста, не раздражайтесь, когда дети что-то у вас просят. Это ваш долг служить своим детям. Долг. Долг от Бога. Свяжите это с Богом. И успокойтесь. Не надо гневаться на детей. Воспитывайте их духовным образом. Они должны видеть ваше всегда духовное настроение, не ваше гнев и раздражение. Ребёнок будет чувствовать себя ненужным. А эта душа, она на вашем попечении от Бога. Вы — мать, а мать — это от Бога название, положение. Ману Самхите говорится, что после Бога поклонитесь матери. Пожалуйста, не теряйте эту важную роль свою. Да, вы общаетесь с Богом, но ваш долг — также служить своему ребёнку. Осмыслите это. Спасибо большое. Марк спрашивает. Вы сказали, что любви нет в этом мире, так же, как и спокойствие. Почему это так больно слышать? И поможет ли духовная практика приблизиться к этому? Хотя бы её тень. Да-да, очень больно слышать такие вещи. Но есть настоящая любовь? Просто мы ищем, как бы отражённую любовь находим, ненастоящую. Мы говорим о настоящей любви, если вместо паломничества, если мы говорим божественная любовь. Вот это настоящая любовь. И она может распространиться на всех, и на семью, и на детей, но на всё, на всё живое, на этот мир, можно увидеть красоту, гармонию, любить всё это тоже. Да, но не присваивайте себе это, потому что материальная любовь, она эгоистична, она себе присваивает обе любви. А знаете, что это такое? Я люблю этого человека, поэтому ради него я вот этого человека убью просто. Я люблю свою страну, я патриот, и ради этой страны я уничтожу другие страны. Вот что происходит. Это не полноцельная любовь. Это тоже любовь, но она неразвитая как бы. Она нельзя называть, что это любовь, это, скажем, отражённая любовь, она обманчивая. Мы себе врагов наживаем таким образом. От любви до ненависти шаг, говорится. Поэтому в материальном смысле слова это любовь иллюзорна. Как чувство приходит, а затем приносит какие-то несчастья, раздоры, и вот всегда это связано с любовью, с какой-то, с личной жизнью. Поэтому если настоящая любовь, она духовна, ну как из материи взять любовь? Скажите, какую-то таблетку нужно выпить, чтобы почувствовать любовь. Вы не можете химическим путём вызвать вот эту настоящую любовь. Возбуждение можете вызвать, да, химическим таблеткам, что тело — автомат, можно возбудить его, можно его затормозить какими-то препаратами, как это делают с душевнобольными людьми. Но это не означает, что человек успокоился, освободился от гнева, допустим, или жадность. Он просто тупеет. И он не знает, что он влюбился, что он нападает на противоположный пол в возбуждённом состоянии. Не означает, что он влюбился. Это просто похоть. А вот любовь, говорится, это дар Божий. Она духовна по своей сути, она нематериальна. Поэтому мы говорим, давайте будем искать в нужном месте это. Она есть, просто не там, где мы ищем. Спасибо большое. Анастасия пишет. Я, прослушав вашу лекцию, поняла, что это те знания, которые так были необходимы на всех этапах жизни. И я жалею, что до 47 лет я ничего подобного не слушала. Почему эти знания не преподаются со школьных лет в институтах? Есть страх, что слишком поздно узнал. И даже родители, которые желают нам добра, о самосознании, очищении, о вечности, ничего не говорили. Нет, у вас ещё всё впереди. Всего только 47 лет. Хорошее начало. То есть вы уже серьёзный человек, слава богу. И вы можете серьёзно это всё понять и рассказывать другим. Да, присоединяйтесь к этому, практикуйте, обогащайтесь знанием, счастьем, распространяйте это. Давайте вместе это делать. Я тоже пришёл. Сколько мне было? Мне было 27 лет. Я тоже считал, что я поздно пришёл. Ну вот, я вошёл в процесс, видите. Давайте, входите в процесс. Не сожалеете. Все ваши прожитые годы дадут вам преимущество опыта, приплюсуются к этому. Потерь не существует в духовном знании. Спасибо большое. Эльвира спрашивает. Поделитесь, пожалуйста, что значит выразить почтение в местах паломника и в общество? Как его нужно правильно оказывать? Что значит выразить почтение в местах паломничества? А обычно это уже есть храмы в местах паломничества или уже известны святые места. И вот, когда вы приходите в какое-то святое место в паломничестве пешком, вы кланитесь к тому месту, с этого начинаете вход туда. Всегда поклон делаете. Если вы подходите к самадке какого-то святого великого, ачарии, вы также делаете поклон. Если вы видите саньяси, проходящего мимо, скажем, или хотите его послушать, вы подходите и делаете поклон. Вот всё, всё, всё заправляется поклонами. Мы кланяемся даже деревьям во брендаване, потому что деревья священные. И вы знаете, это работает. Пыль на голову высыпем немножко так, чтобы чувствовать влияние святого места. Вообще, когда вы только приезжаете, скажем, вы из такси, из аэропорта, прямо приехали по месту назначения, вот перед вами вы в святом месте. Всё, вы выходите из машины и сразу делаете поклон. Сразу с этого начинаете. Вот так мы входим в святое место. Вот в таком настроении это возможно почувствовать. Ну и, как я сказал, если у вас будет опытный проводник, не бойтесь, он просто скажет или будет делать за ней всё, что он делает, повторять или не совершить ошибки, и всё будет хорошо. Хорошо, спасибо большое. София спрашивает. Булгаков мечтал о покое, описывая в метании своего героя-мастера «Мастер и Маргаритики». Он часто упоминал в своём произведении Луну и её успокаивающее влияние. Почему Бог выбрал сияние Луны, чтобы успокоить душу? Да, Луна связана с умом. Напрямую. Вот есть такие лунадики, это определённое состояние ума. Ума — это чандра. На санскрите чандра значит, это также ум. Умный очень человек. Чандра. И лунный свет, он именно умиротворяет ум, такой силой обладает. Солнечный свет, наоборот, он пробуждает к деятельности, к какой-то страсти, к творению. Да, вот Солнце восходит, всё, начинаются уже мысли о дне предстоящем, о делах. И вот Солнце, оно утром даёт энергию, прану, а днём отбирает всё. Мы много отдаём, устаем сильно. А вечером лунный свет исцеляет нас. Родновесие приводит. Лунный свет используется в природе для взращивания овощей и трав. Это целебные травы, овощи, они питаются лунным светом на самом деле. Весь сок в овощах — это от Луны. Сома называется. На Луне много сома расы, это божественная напитка, которая поддерживает жизнь. Вот Луна, она считается в этом смысле выше Солнца ещё. Лунный свет охлаждающий ещё действует. Да, если Солнце нагревает, Лунный свет охлаждает. Не только предметы чуть-чуть охлаждаются под лунным светом, но и ум охлаждается. Поэтому это благоприятно под Луной проводить какое-то время. Вы сразу почувствуете умиротворение, может, вспомните какие-то стихи, что-то романтическое. О духовной жизни располагает сказать о каких-то там других сферах бытия, о других формах жизни, о чём-то таинственном, о Луне светом. Да. Время нашего эфира подходит к концу. Александр Геннадьевич, мы вас благодарим за ваше время. Будем рады. Спасибо всем слушателям. Спасибо огромное за внимание. Удачи вам в паломничестве. Мы ещё встретимся. Спасибо.